Радость Радость — это нередкое явление. Это не достижение или приобретение. Радость должна быть естественной атмосферой вашей жизни. Если вы всегда радостны, вся ваша жизнь становится празднованием. Не откладывайте радость на потом. Вам не придется хохотать на кладбище. Я ходил на кладбище, чтобы проверить, как поживают все те люди, которые всю свою жизнь откладывали радость на потом. Никогда не слышу, чтобы они там смеялись. Когда вы встаете утром, первое, что нужно сделать — это улыбнуться. С тех пор, как вы легли спать прошлым вечером, почти миллион людей умерли. Но вы проснулись и живы. Так что улыбнитесь. Затем оглянитесь вокруг. Очень многие люди сегодня потеряли своих близких. А все ваши близкие сегодня живы. Ух ты! Это отличный день, не так ли? Сегодня утром. Вы обратили внимание, что Солнце взошло замечательным образом. Цветы расцвели, все галактики функционируют как надо. Все происходит хорошо. Весь космос сегодня продолжает функционировать самым замечательным образом. Но всего лишь одна гадкая мысль закралась в вашу голову — и все. Это плохой день. По сути, страдание происходит потому, что большинство людей потеряли способность видеть общую картину того, чем является эта жизнь. Их психологическая реальность стала гораздо важнее, чем процесс жизни. Вы сделали свое незначительное творение больше, чем все это потрясающее творение вокруг вас. То, что вы называете своей жизнью — это очень короткое событие. И это просто крошечное пятнышко во Вселенной. Учитывая все это, разве ваши дела не идут прекрасно? Просто потратьте на это пять минут в день и посмотрите на вещи с этой точки зрения, и на вашем лице совершенно точно появится улыбка. Современная наука доказывает, что все сущее — это всего лишь вибрация. Там, где есть вибрация, должен быть и звук. Так что все сущее — это звук. Неам Entence Запис nhất